А Соколова Александра, Алексей, будут ли дальше суды в Хабаровске, а не допуски в Орсена Алексея? Действительно, у нас был суперкандидат, который бы выиграл бы выбор мэра города Хабаровского, его не пустили. Вот к вопросу о том, как я должен относиться к выборам, когда нашего кандидата, собравшего подписи, не допускают, зарегистрировали, а потом сняли с регистрации по какому-то совершенно надуманному... Я вам сейчас даже точно скажу, за что его сняли. Значит, там есть такой лист, официальная бумага, где он должен указать имущество свое, свое и супруге. И там написано, там, кандидата в скобочках, супруга. Ну, и он заполнил за себя, но он холостой, поэтому заполнил за себя. А Центр-избиркома сказал, о, так ты же должен был взять ручку и слово супруга зачеркнуть. Но ты не зачеркнул. Все, ты не кандидат, мы тебя снимаем. И это дично, что он говорит, вы дураки, что ли, это же ваша форма, ваша бумага. Как я буду в вашей форме зачеркивать? Ну, у меня нет супруги, я указал на себя. Ну, вообще, дико звучит. Сняли. Конечно, мы судились и будем подавать в суд, но, господи, вы не понимаете, что такое суды. Поэтому в Хабаровске не будет никаких выборов мэра. Там есть классный кандидат, он был бы классным мэром, но выборов никаких там не будет. Ирк против, спрашивает у меня, пишет просто, Путин решил себе рейтинг поднять, типа, как герой сейчас нарисуется, спаситель народа. Но он попытается это изобразить. Вопрос в том, получится ли у него сейчас так вот всех обмануть, выйти и сказать, ой, я не при делах, я здесь вообще не повышаю пенсионный возраст, я вот помогу, я спасу вас, ребята, от плохого правительства. Мне кажется, это не очень сработает. Соцопросы показывают, что люди осознают, что Путин несет за это персональную ответственность, а он и несет, он двигает повышение пенсионного возраста. И наша задача, в том числе и во время акции 9 сентября, об этом говорить. Нас смотрит сейчас в прямом эфире 7 тысяч человек. Алексей, придете ли вы на сутки к Константину Салтыкову 3 сентября в 14.00? Дело будет рассматриваться по существу, а Косте нужна наша поддержка. Константин Салтыков – это замечательный молодой человек, которого держат уже несколько месяцев в тюрьме просто за то, что он во время моего задержания где-то попал в этот замес, а им нужно было кого-то еще схватить и вытащить, предъявить кому-то обвинение. И вот уже его несколько месяцев держат в СИЗО, обвиняют в том, что он что-то сделал сотрудниками полиции, хотя есть много видеозаписей. Я на суд 3 сентября не могу пойти, потому что я буду свидетелем по этому делу, а я ему нужен как свидетель, потому что как только я зайду в зал суда, ну и буду на заседании, то они, конечно, скажут, ого, Навальный, все, Навальный не может быть свидетелем, потому что вот он зашел и послушал это все. Но, безусловно, я всех призываю приходить, поддерживать Салтыкова, он самый настоящий политзаключенный. Алекс Босс спрашивает, что вы думаете о выборах в Новой Москве-Щербинка? Там идут местные выборы, в местные муниципалитеты, я так понимаю, что есть какие-то хорошие кандидаты, наша партия поддерживает этих кандидатов, и они действительно в сложной ситуации, потому что, ну, вот то, что все, что я сказал про выборы в Москве, не ходите, только идет, пойдет. Вот они сидели и слушали, боже мой, Навальный нас сейчас закапывает. Потому что я призвал всех не ходить, а для них важно, чтобы люди пришли, проголосовали. Ну, так устроено, ребят. Я не могу занять никакую другую позицию, я не могу призывать 10 миллионов человек идти на липовые участки, потому что в Новой Москве идет несколько хороших кандидатов. Тех, кто живет в Новой Москве, избирателей. Я призываю, посмотрите, если эти ребята идут по вашим округам, придите и голосуйте за них на местных выборах, в муниципальные собрания, но не на мэрских выборах. Дмитрий Дмитриев, будете ли оказывать юридическую и финансовую помощь, задержанную на акциях 9 сентября? Всегда оказывали, и в этот раз задержан, и окажем. Что значит финансовая помощь? Мы оплачиваем штрафы, незаконно наложенные. Не мы оплачиваем, мы организуем систему сбора денег, все скидываются для выплаты штрафов. Мы всем за все наши митинги так вот собрали деньги, сообща и выплатили, но юридическую помощь делают наши штабы, и все делают. Мы, безусловно, этим будем заниматься и занимаемся. Только, ребята, вы не фиксируетесь очень сильно, это юридическая помощь. Ну вот я сам юрист, и Гассановик постоянно ходит, ну не постоянно ходит, да, на суды ходит, когда меня задерживают, там два адвоката приезжает. Помогло мне это? Ну и каждый раз меня посадили на 30 суток. Никакие юристы, никакая юридическая помощь не работает в российских судах. Вы не сильно думаете об этом, вы думаете о содержании, задержании, вы думаете о том, что нужно выйти на эту штуку, вот наплевав на все и готовым быть задержанным в этот день по этому поводу. Вот это нужно ощущать, и когда Путин поймет, что там 100, 200, 300 тысяч в стране четко говорят, парень, ты хочешь украсть наши деньги, и нам все равно, что ты нам пугаешь задержанием, мы все равно пойдем. Ну хорошо, они могут задержать тысячу человек, ну наверное по всей стране могут задержать 3 тысячи человек, 5 тысяч человек. Ну хорошо, пусть задержат. Могут несколько сотен человек посадить под административный арест, могут посадить под административный арест, но ты же не можешь 100 тысяч человек посадить. Поэтому нужно все равно идти. Вероятность оказаться среди там пары сотни задержанных или там посаженных на 10 суток есть. Ну и наплевать, все равно нужно идти. Потому что никак иначе это не столкнешь. Никак иначе их не подвинешь, и они дальше нас обворуют и украдут. И потом спустя 10 лет, когда вы потеряете там несколько сотен тысяч рублей или миллион рублей, вы будете думать, какой я дурак, что я испугался там каких-то паршивых 10 суток задержания. Лучше бы я пошел тогда, и мне выплачивали нормальные деньги. Лучше бы я пошел тогда, и эту власть шуганул. Но я не пошел, испугался, и вот я оказался здесь. Алексей спрашивает, расскажите, кто остался участвовать в выборах от штабов в регионах? Ну у нас там в Волгограде идет человек. В Тамбове люди хотели идти, их поснимали. В Красноярске, по-моему, остался кандидат. Есть на сайте штабов, в наших соцсетях есть информация, соответственно, в региональных соцсетях. Это все выборы небольшого местного уровня, где какие-то единичные люди могут пролезть, но в целом на значимые выборы. Типа мэра Хабаровска, в Заксобрание Тамбовской области шли, там по беспределу нас поснимали, потому что мы победили на этих выборах. К сожалению, нас не пускают. Каспер 985, что со спертой в БК техникой? Какая у них свежая отмаза на эту тему? Хороший вопрос, потому что у них нет свежей отмазы, но технику они не возвращают. Мы просто забрали и все. Там же такая ситуация, что даже мы не можем требовать у какой-то организации нам технику вернуть или хотя бы предъявить, как вы выражаете, свежую отмазу, потому что мы приходим в суд, а нам в суд говорят, а вы же не знаете, какая организация у вас унесла эту технику. Но вы нам показываете видеозапись, какие-то мужчины в штатском все выносят, а мы не знаем. Может МВД, может ФСБ, может Росгвардия, может инопланетяне, а может это вы сами вынесли. Мы ничего не знаем, поэтому до свидания. Продолжение следует...